Наведем порядок сами. Под таким лозунгом в Лангипасе прошла акция «Безопасный двор своими руками». Общественники и волонтеры совместными усилиями привели в порядок 10 городских дворов. С территории они вывезли горы мусора, починили сооружения на детских площадках и обновили скамейки. Активисты надеются, что их примеру последуют и другие жители Лангипаса. Так проще будет содержать город в чистоте. Подробности в нашем следующем сюжете. Хочешь жить в чистоте, научись ее поддерживать, утверждает Матвей Игнатенко. Впрочем, нотации своим землякам он не читает. Просто берет лопату и, засучив рукава, принимается за работу. Такой пример самый наглядный, считает Лангипасец. Это связано с тем, что мне не столько важно, сколько в каком дворе я живу, мне важно то, в каком городе я живу. И для меня равносильно уберусь я в этом дворе либо в любом другом нашего города. Помогать благоустройству города – это всегда хорошо. 9 мая позади, но волонтеры Победы не готовы сидеть без дела и всегда найдут себе занятия. Сейчас у них новый фронт работ – благоустройство родного города. На этот раз они намерены победить грязь и бардак на игровых площадках Лангипаса. Для того, чтобы жить в чистом городе, в чистом дворе, нужно все-таки самим что-то для этого сделать. Поэтому и волонтеры Победы, и другие у нас общественные объединения, волонтеры решили выйти и своим примером показать, что в принципе не все так сложно. Можно и самим начать сделать красоту в своем городе. Во время акции во двор Лангипаса вышли десятки добровольцев. Совместными усилиями они убрали и вывезли мусор, починили качели на детских площадках, отшлифовали и покрасили лавочки и заборы. Работа элементарная, и при желании с ней может справиться каждый. Волонтеры уверены – созидать прекрасный вокруг совсем несложно. Главное – начать с себя. Алексей Шабанов при содействии холдинга «Западная Сибирь». Субтитры создавал DimaTorzok